Всем огромный привет! Спасибо, что сегодня заглянули ко мне на кухню. Давайте приготовим очень быстрый вкусный творожный пирог, который еще называется королевская ватрушка. Делается безумно быстро. Порадуйте себя и свою семью. Берем 400 грамм творога. У меня пачки по 180 грамм, поэтому я добавлю еще немного своего домашнего. Делаем вначале начинку. Сюда добавляю 2 яйца, половину сахара из общей массы. Все количество ингредиентов я оставлю в описании под видео. 2 столовые ложки сметаны, ванильный сахар или ванилин. У меня ванильный сахар. Все хорошенько перетираю блендером в однородную массу. Начинка готова. Желательно творог перетереть вот до такой однородной массы. Отставляем пока начинку в сторону и делаем само тесто. Берем муку, засыпаем сюда оставшийся сахар, половинку чайной ложки разрыхлителя. Вот так все хорошо перемешаем. Берем обычное сливочное масло. У меня вот такое, самое недорогое, 72,5. Предварительно подержите его в морозилке. Здесь у меня пачка 180 грамм. И натираем на терку прямо сюда в муку. Трем прямо на терку. Можно вот так смачивать его мукой. И вот прямо сюда так натираем. Мороженое. Мороженое масло. Посмотрите, трется гораздо быстрее. И это удобнее. Чуть-чуть прям держите его в морозилке. Немножко вот так сразу перемешивайте, чтобы потом было удобнее. И масло в тесто. Перетираем так масло. Все до конца. Такой маленький кусочек масла остался. Дотираю. И теперь перетертое масло перетираем с мукой вот так вот в крошку. В такую мелкую крошку. Надо хорошо-хорошо перетереть. Смотрите, как получается. Делается это достаточно быстро. На первый взгляд может показаться, что это тяжело. Но нет. Это все очень быстренько. Поэтому делайте, балуйте своих родных, балуйте гостей. Даже вот перед приходом гостей за часик можно приготовить такую вкусную королевскую ватрушку. Я помню, раньше мы эти ватрушки делали целый противень. Огромный противень делали этих ватрушек. Потому что делается очень легко, очень быстро. Творог в доме был всегда. Молочка в доме была всегда. Посмотрите, как быстро перетирается. Так надо, чтобы вся-вся мука была перетерта. Не берите дорогущее масло. В принципе, есть рублей по 70-80. Вот это масло 72,5. Оно очень тоже хорошо подходит для этого рецепта. Смотрите, какая получается крошечка. Вот такая. Вот такая получилась крошка. Беру жаропрочную форму. У меня разъемная. Я ее смазала растительным маслом. Можно смазать сливочным. И на дно формы высыпаем крошку. Старайтесь ровным слоем. Если будет неровно, тоже ничего страшного. В разрезе будет только красивее. Оставляем половину крошки для посыпки пирога сверху. И теперь выливаем сюда начинку. Выкладываем начинку. Тоже стараемся по максимуму там, чтобы было поровнее. Ровненько распределяем. Можно делать так же просто в обычном противне. Этот пирог. Это уже проверено. Распределили. Ничего страшного, если где-то будет больше, где-то будет меньше. На разрезе будет очень красиво. И сверху засыпаем все оставшейся крошкой. Тоже стараемся, чтобы было примерно одинаково. Ничего я никогда не приминаю. Просто так засыпали. Немножечко распределили. И все. Вот так. Прям показываю вам все подробно, кто никогда не делал. чтобы посмотрели, как это делается легко и просто. И побаловали себя и своих домочадцев. Пирог отправляем в духовку. Духовка у меня разогретая. Ставим на 180 градусов. Будем выпекать примерно 45-50 минут. До полной готовности пирога. Смотрите, чтобы у вас корочка поджарилась, но не пригорела. А то пирог будет горчить, так как тут масло и мука. Все. Отправляем в духовку и ждем. Ну и вот такой получился пирог. Я его уже достала из духовки. Посмотрите, он очень как играет, да? Получился воздушный, но он еще немного сейчас упадет. Сейчас даю полностью пирогу остыть. Я уже разрежу и обязательно вам покажу. Ну и вот такой получается пирог. Я его уже разрезала. Посмотрите, какой красивый он получился в середине. Невероятно вкусный, невероятно ароматный. Вспоминаю детство. Помню, как мы его делали целыми противнями огромными. Возможно, вы тоже забыли про этот пирог очень вкусный. Пробуйте, делайте. Это очень быстро. Фактически из той серии, что все намешал, в духовку набросал и забыл. И духовка вам испекла такой красивый пирог. Пробуйте, делайте такой пирог. Порадуйте себя, своих родных, близких. Кому понравится, обязательно подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик и не пропускайте новые интересные видео. Также заходите в группу ВКонтакте. Подписывайтесь на второй канал. Делитесь в любых своих соцсетях этим рецептом со своими знакомыми, друзьями, коллегами. Я думаю, им также понравится. Возможно, точно так же кто-то забыл про этот вкусный королевский творожный пирог. Всем огромное спасибо. До свидания. И пока.